Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Захарии. Пророк Захария, Захария, его текст, озаглавленный так, надписанный именно именем Захарии, он входит в корпус 12 малых пророков. Довольно пространная книга, 14 глав, и вот они хоть и небольшие по размеру. На очереди у нас пятая глава. В пятой главе продолжается серия видений, которые Господь открывает своему пророку. И ангел Господень, посланный от Бога, истолковывает эти видения Захарии. В пятой главе содержатся два видения, шестое и седьмое. Шестое видение начинается так. «И опять поднял я глаза мои, и увидел, вот летит свиток». Свиток. Этот самый свиток. Могила в еврейском тексте. Кожаный свиток. Книги в те времена были в Израиле в основном. Представляли собой свитки в основном из кожи. Встречались также папирусные свитки. Вот. Ну, видимо, это свиток кожаный. Здесь, кстати, в Септуагинте разночтение. И вот то, что здесь слово «могила», «свиток», греки перевели через серп. Может быть, у них был какой-то другой вариант под рукой текста Захария. Может быть, они прочитали неверно протомасорецкий текст, который впоследствии был огласован Захарий. В общем, у греков здесь серп вместо свитка. Летит огромный серп какой-то. И поэтому в церковной традиции, в православной, к Захарии прилагается вот это прозвище «серповидец». На самом деле он видит не серп, а свиток летящий. Этот свиток исписан словами и внутри, и снаружи. И сказал он мне, ангел говорит Захарий, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Огромный свиток летит. Один локоть – это примерно 50 сантиметров, ну, может, 48. Значит, длина его метров эдак 10, ширина его метров 5. Большой свиток. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Свиток разворачивается. Он видит, что этот свиток 10 метров на 5 метров. И исписан проклятиями. Проклятиями в адрес тех, кто ворует, и проклятиями в тех, кто лжесвидетельствует, клянется ложно. Вспоминаются две из десяти заповедей Деколога, две из десяти заповедей Синайских Моисеевых заповедей. Вот это самое шестое видение. Здесь говорится в нем, в этом видении, об очищении страны. Страна нуждается в очищении. И грешники, и нечистые люди не должны в ней оставаться, потому что грядет мессианская эра. И вот в этом, в преддверии этой самой, наступления этой самой мессианской эры, когда помазанники, когда потомок Зарававеля, Иисус, сын Осидека вместе с ним, и начинается новая жизнь, новое царство, восстановление утраченного в былые времена, и храм, и потомки Давида должны быть. Вот, все должно быть у Израиля, но Израиль должен очиститься, Иудея должна очиститься. Вот это видение, да и следующее видение тоже, они симметричны, оба видения говорят о необходимости очищения страны. «Я навел его», — говорит Господь Саваоф, вот это самое проклятие на грешников, которые до сих пор населяют Иудею и не перестают грешить, крадут и лжесвидетельствуют. И оно, это проклятие, которое навел Господь, оно войдет в дом Татя, Татя — это вор по-славянски, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Клясться именем Господнем в определенных обстоятельствах дозволялось, именем Господа Бога твоего клянись, сказано было. Но нельзя было клясться ложным, этим самым оскверняется божественное имя. Лжесвидетельствовать, произносить какое-то ложное свидетельство и подтверждать свое лжесвидетельство еще и именем Господним — это сугубый грех, и за него требуется наказание. Не может земля и новая жизнь, которая наступает, мессианская эра наступает, не может в ней жизнь быть, и не наступит эта самая мессианская эра, если люди будут продолжать воровать и ложно клясться. Может быть, здесь содержится намек на какие-то экономические преступления, потому что часто именно преступления экономического и социального характера квалифицируются как воровство, а коррумпированные суды, в них выносятся несправедливые решения и лжесвидетели клянутся ложно. Такое было до плена, и вот этого не должно было быть у иудеев после плена, потому что наступает мессианская эпоха, помазанники, короны, дальше мы увидим в следующей главе и так далее, грядет мессианское царство. «И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит». Вот так с 5 стиха начинается седьмое видение, которое видит Захария. Это седьмое видение, оно тоже о нечистоте и необходимости очищения народа иудейского от этой нечистоты. «Когда я сказал, что это?» Он отвечал, «Это выходит Ефа». И сказал, «Это образ их по всей земле». Ефа – это мера, мера сыпучих тел каких-то. И вот если мы возьмем обычно к Библии, в конце прилагается небольшой словарик, откроем, найдем на букву Е. Ефа – мы прочитаем. «Древнееврейская мера объема сыпучих тел около 39 литров». Довольно объемистая эта самая Ефа. Десятая часть – Хомера. Хомер – это еще больше. Это получается 390 литров, что ли. Ого. Ефа – 39 литров. Ну, 40. Многократно. Ефа упоминается в Священном Писании. Но, возможно, здесь, говорится в этом словарике, это также сосуд емкости в одну Ефу. То есть не сама Ефа, а сосуд, содержащий одну Ефу. Он, видимо, был пустой, потому что в этом сосуде, как мы прочитаем дальше, сидела какая-то нечистая женщина. Сосуд для измерения Ефы – сыпучих тел. Видимо, вот. И его-то и видит пророк Захарья. Это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. Ангел говорит пророку. Чей образ? Образ тех иудеев, которые крадут и клянутся именем Господнем ложно, как было об этом сказано в предыдущем видении. И вот кусок свинца поднялся над вот этим сосудом, емкостью в одну Ефу. Сосудом. Представим себе какую-то огромную-огромную вазу или сосуд вазоподобный. Вот на нем кусок большой лежит тяжелого свинца. И вот закрывает как бы устье этой самой Ефы отверстие. Кусок свинца этого поднимается в видении. И что видит Захарья? Там сидела одна женщина посреди Ефы, посреди этого сосуда. Наверное, не сидела в какой-то муке там, в сыпучих. Сосуд, наверное, был пустой в этом видении, а в нем сидела женщина. И здесь Ефой называется сосуд для измерения Ефы. И сказал он, ангел говорит Захаре, это само нечестие. В синодальном переводе женщина добавлена курсивом для ясности. Эта женщина само нечестие. И бросил ее в средину Ефы, и на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Бросает ее обратно в это отверстие, в этот сосуд. Кусок свинца сверху. И удивительно, что видит пророк дальше. Здесь речь опять о нечистоте. Женщина здесь нечистая. Само нечестие, как здесь сказано. Реша – это нечестивец, грешник, преступник. Реша – это нечестие, преступление. Вот это нечестие, может быть, как-то связано с нечистотой, сложными клятвами, о чем шла речь выше, с воровством. Вот она персонифицирована, представлена в виде вот женщины, нечистой, пребывающей в нечистоте. Это само нечестие. И бросил ее. Дальше видит пророк вот что, 9 стих. «И поднял я глаза мои» – он рассказывает о своем видении – «и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их». Какие-то эти две женщины крылатые, непонятно кто, какие-то, наверное, духи нечистые. «Ветер был в их крыльях, руах, в их крыльях. И крылья у них, как крылья аиста». У аиста большие крылья. «И подняли они эту самую Ефу, сосуд для измерения Ефы, и понесли ее, Ефу, между землей и небом. Куда-то они полетели. И сказал я ангелу, говорившему со мною, «Куда, куда несут они эту Ефу?» Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Шеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». Отправляют эту нечистоту из страны израильской, из страны иудейской, в Шеннар. Шеннар и в бытие упоминается. Вот здесь мы это название встречаем. Сеннаар, синодального перевода. Это Вавилония. Туда, на северо-восток, ее и отправляют. Вавилон, великая блудница, как сказано в Новом Завете. Вином ее блудодеяния упиваются все народы. Вавилон, великая блудница, потому что ей дала поклонство, потому что злодейство. Это был враг Израиля, хотя уже эпоха персидская. Но вот там находится Вавилон. Это апофеоз нечестия и зла. Туда все это нечестие отправляют. Пусть все пороки, грехи и все нечестие остаются там, в Вавилоне, а в святой земле Израиля, в Иудее, этого быть не должно. Но вот такие замечательные видения здесь в пятой главе. Видения, которые призваны данные пророку и через пророка, передаваемые иудейскому народу, призваны вдохновить народ на очищение. Храм Иерусалимский достраивается. Земля святая, в ней остаток, вернувшийся из плена, поселился. Должны очистить землю и сами должны очиститься от всякого нечестия и всю свою нечистоту вернуть обратно в Шен-Ар, в Вавилонию. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok